Всем привет! Добро пожаловать на второй урок из серии уроков про лучи. Ray и Ray Casting. Как можно использовать лучи? Я вам рассказал на первом занятии. Давайте не будем останавливаться. И чтобы мы могли двигаться дальше, я расскажу вам про репликацию. Репликация. У вас какие-нибудь есть ассоциации с этим словом? Реплика, например. Реплика чего-то. Например, есть какие-то крутые часы. Ремешок такой пытаюсь нарисовать со стрелками. Они стоят, допустим, 20 миллионов. Но 20 миллионов могут себе позволить несколько человек в нашей стране. Возможно, в вашей тоже самое. Но у нас есть волшебные сайты с репликами. Это означает, что копия часов сделаны из более дешевого материала. Выглядят точно так же. Но они называются репликой. В данном случае реплика подразумевает копирование. Что вот был оригинал какой-то. И нам его скопировали. Этих реплик может быть море. Но они одинаковые. Штампуются. Какое отношение репликация имеет к нашей игре. А очень простое. Так. Извиняюсь. Так, так, так. Давайте посмотрим режим тестирования нашей игры. Помните, что можно запустить просто тест. А можно зайти во вкладку тест. У меня, кстати, загружен урок прошлый. Выбрать локальный сервер. И два игрока. Откроется, если вы запустите у себя. И ваш компьютер позволяет. Откроется три окошка. Одно окошко будет без игрока. Сервер. И два окошка. Плеер 1 и Плеер 2. Где же тут находится репликация? Дело в том, что мы во всех предыдущих уроках. Ну, во многих, по крайней мере, школы Roblox 2020. Мы везде создавали не вот такие скрипты, которые я вам сейчас показываю. Local script. Так, извините. Я встаю. Да, все нормально. Local script. А мы создавали скрипт. Просто скрипт. Чем отличается локальный скрипт от скрипта? Итак. Локальный скрипт. Вот он пишется вот так. Local script. Он может запускаться только на компьютере игрока. Вот у нас в данном случае два игрока. Допустим, не тестовый режим, а настоящую игру запустили. У нас 100 игроков. Локальные скрипты отдельно загружаются. Одинаковые совершенно. Для каждого из игроков. И для первого игрока, и для второго. Local script. Локальный это означает, ну как бы местный. А есть общий скрипт, глобальный. Он называется в роблоксе просто скрипт. Так. Я какой-нибудь цвет там. Скрипт. Дело в том, что когда на сервере скрипт что-то делает, например, создает новый парт, новую детальку. То эта деталь, после того, как она появилась на воркспейсе в сервере, она реплицируется. Реплицируется, значит, ее копия. Вот она где-то у нас здесь появилась. Такой квадратик. И ее копия, ее положение, где она находится у нас в нашем плейсе, она реплицируется на компьютер каждого игрока. Одновременно это происходит. Если интернет не лагает, то вы все видите. Стоило появиться детали на сервере. И эта деталька появилась на компьютерах игрока 1 и 2. И всех остальных. И вы можете с этой деталью что-то делать. На прошлом уроке мы использовали локальный скрипт. Локальный скрипт умеет создавать детали или что-то делать, взаимодействовать только внутри этой коробочки, внутри воркспейса игрока. И для защиты от хакеров, от читеров и от всяких нехороших других людей, Roblox не дает реплицировать созданные вещи. Вот, например, мы создали совершенно другую коробочку, другой плейс. Эта коробка не появится ни на сервере, ни у второго игрока. Второй игрок вообще не будет знать о том, что у вас какая-то деталь появилась. Когда мы делали с вами первое занятие, давайте я запущу. Мы использовали локальный скрипт. И в локальном скрипте мы создавали детальки. И с помощью луча использовали направление, чтобы стрелять. И вот смотрите, я сейчас стреляю и видно, по мне бьет. Меня, моего игрока, эта штука бьет. Почему это происходит? Потому что наш игрок находится внутри своего воркспейса. Вот эта деталька, это и есть патрон, который мы создали. Этот патрон мы можем запустить и он полетит. Но его полет и его действия происходят внутри нашего компьютера. Внутри компьютера игрока 1. Игрок 2 этого не видит. Сервер про это тоже не знает. Как же нам тогда сделать так, чтобы наш патрон или наш кирпичик, хотя бы, ну пусть не убивал, но пусть хотя бы он толкал второго игрока. Или всех остальных игроков, которые появятся. Для этого нам нужно наш кирпич создавать не в нашем воркспейсе, а надо послать какую-то команду. Но реплицировать мы не можем. Я про репликацию вам тут говорил. Это запретили. В Роблоксе это запретили. Раньше можно было создать детальку на компьютере игрока, и она сразу появлялась сначала на сервере, а потом сервер ее всем реплицировал. На остальные компьютеры или планшеты, или смартфоны. Все было очень здорово и весело. Но пришли читеры, проклятые. Из-за них нам усложнили жизнь. Нам, это тем, кто хочет создать хороший игрок. Поэтому что можно сделать? Можно воспользоваться, сделать скрипт, разместить его не в локальном скрипте, а в обычном скрипте на сервере. И с игрока, с компьютера игрока, мы будем слать некоторую команду. Я тут кирпичик такой рисую. Пожалуйста, создайте кирпичик. Вот на вот этом вот месте. И чтобы он летел еще вот туда. Если команду, наш скрипт, который мы сейчас с вами напишем, очень коротенький. Если он команду принял, все сделал, то появляется вещь, деталька, и она начинает лететь в ту сторону, куда мы сказали. Стоит только на сервере в Workspace появиться какой-то детали, эта деталь сразу начинает реплицироваться. реплицироваться на компьютере наших игроков. На первому игроку. Так, что-то я тонковато сделал. Второму игроку. И все увидят эту деталь, которая летит, куда мы ее попросили. Вот так примерно с такими сложностями и работает Робокс. Некоторые вещи все-таки умеют реплицироваться. Некоторым вещам не нужно посылать команды на скрипт, не нужно писать. Но этих вещей все меньше и меньше. Вы даже, например, не можете своего аватара одеть в какую-нибудь, например, я не знаю, давайте шляпу ему какую-нибудь нарисуем. Если вы шляпу надели с помощью локального скрипта на вашем компьютере, то другие игроки и сервер, они будут видеть вашего игрока без шляпы. Понимаете? Чтобы надеть шляпу или чтобы запустить какую-то анимацию, придется слать команду. Команду в какой-то отдельный скрипт, который мы напишем специально, который будет заниматься надеванием шляп или созданием патронов и так далее. Скрипт на сервере. Из локального скрипта прошлем просьбу нашему серверу. Дорогой сервер, пожалуйста, надень шляпу на игрока такого-то. И у нас на сервере, на нашего игрока надевают эту шляпу. Стоит чему-нибудь произойти на сервере, чему-то появиться вещам, какому-то внешнему виду изменения нашего игрока. И все это опять реплицируется на компьютеры всех игроков. Первый, второй и там еще 100 подключено. Так, ну, на словах я объяснил и постарался очень просто и подробно. Давайте теперь наш скрипт изменим. Так, какой-то у меня скрипт был пустой. Я его сейчас... Давайте посмотрим. Вот он, наш локальный скрипт с прошлого урока. Тут все очень простое. Что-то мы здесь оставим. Но мы должны теперь создать... Давайте я другую доску нарисую. Давайте теперь подумаем. Вот у нас есть сервер. Есть компьютер игрока. Так, через что можно передавать команды? Переменные просто так нельзя присвоить, послать на наш сервер. Нам нужно какой-то промежуточный... почтальона, например, сделать. Для этого используются такие штуки, как ремонт... Ремонте... Ремонт... Ну, это как пульт удаленного... Пульт дистанционного управления. Вот у вас есть, например, у телевизоров и у игровых приставок и так далее. Есть ремонт-ивент. Мы на одном из предыдущих занятий в школе Robles 2020, начальной, которую я сейчас записывал, мы познакомились с таким событием. Event-событие переводится. Мы познакомились вот с таким. Bindable event. Окей. Что это Bindable event? Можно было сделать какое-то событие, назвать его, ну, неважно как. Можно было сделать скрипт 1, например, и скрипт 2. Скрипт 1 запускает это событие, а скрипт 2 ждет, когда событие кто-то запустит. Неважно, кто. Стоит запустить событие, вот это Bindable event, второй скрипт, или неважно, там хоть 10 скриптов, они начинают запускать какие-то функции, которые были прикреплены с помощью, видите, мы прикрепляем вот так, двоеточие, connect. И здесь какая-то функция, имя функции идет. Или сама функция безымянная. Мы будем сейчас то же самое делать, но нам нужно не внутри сервера, потому что внутри сервера у нас есть так. Внутри сервера у нас называется скрипт. А нам нужно из локального скрипта. Local. Дело в том, что вот этот Bindable event, он работает только внутри, например, сервера. Или внутри игрока. Ну, внутри локальных скриптов. Я сейчас точно не помню, но я точно помню, что с помощью вот этой штуки, Bindable event, невозможно передавать данные, как через почту, между нашим компьютером игрока. Вот наш игрок. А здесь сервер. Сервер. Который всеми игроками, всеми данными нашего плейса управляет. Невозможно передать. Но хорошо, что у нас есть вот такая штучка. Remote event. Давайте им и воспользуемся. Remote event нужно создать в каком-то интересном месте. Посмотрите на наш Explorer. И давайте посмотрим, какие у нас есть папки. Так, и у нас есть вот такая папка, называется Replicated Storage. Это означает хранилище, которое реплицируется. Значит, что бы мы здесь не создали, а здесь мы будем создавать всякие там патроны, бомбочки, костюмы и так далее. То, что лежит здесь, оно реплицируется, значит, копируется и игрокам, на компьютере игроков, и на сервере лежит. Так, ну давайте здесь мы и создадим наше событие. Событие. Вот у нас сразу есть Remote Event. Давайте мы его как-то обменуем. Так, давайте, чтобы коротко... Gun. Gun это пистолет, допустим. Или какое-то там оружие. Да, не пистолет, а скорее ружье. Так, ну давайте тогда лучше так называться. Shoot. Удаленное событие, Remote Event для стрельбы. Создали. Нам нужно, чтобы... Так, давайте посмотрим, какие свойства у него есть. Никаких свойств нет. Так, так, так. У меня просто здесь три окошка. Видите? Output, свойства и наш этот Explorer. Так, теперь давайте создадим скрипт, который будет принимать команды через это удаленное событие. Скрипт будет находиться у нас в обычном сервере. Скрипт сторож. Давайте скрипт просто назовем. И давайте я его сразу переименую. Shoot скрипт. Так. Мы сейчас будем копипастой. Набирать нам почти ничего не придется. Так. Давайте сначала, перед тем, как мы начали писать скрипт, который будет передавать команды для стрельбы на сервер. Давайте мы сначала подключимся из скрипта серверного, обычного, и из локального скрипта, где он вот. Вот из этого серверного скрипта и локального скрипта к одному и тому же событию, чтобы мы через него, как через почтальона, могли передавать команды. Так. Сейчас мы находимся в серверном скрипте. Окей. на заворе, чтобы не писать длинно. В эту переменную я сейчас занесу наше удаленное событие. Так. Репликает сторож. У нас есть тут шут, ремонт, ивент. А, так еще писать нельзя, ребята. Потому что репликация, копирование, оно происходит не сразу, не в момент запуска сервера, но потихоньку. Поэтому мы здесь через точку писать нельзя, иначе у нас вылетит с ошибкой. Мы здесь wait for child. И здесь уже в кавычках, обязательно в кавычках, нужно написать название, потому что это строчка. Нужно написать название нашего... Так, я уменьшаю немножко шрифт. Название нашего события. Так. Здесь мы подключились, и давайте здесь я print для отладки напишу. print, напишу сервер. подключился к удаленному событию. Так. Отлично. Давайте примерно то же самое сделаем теперь из локального скрипта. Тоже где-то в начале делаем строчки. Пусть название переменной то же самое. Вы понимаете, что переменные остаются внутри каждого из наших скриптов. Так что это re внутри вот этого скрипта. Это re внутри вот этого скрипта. Так. Но здесь не сервер, а, например, игрок или pk или клиент игрока. Нет. Давайте просто клиент подключился подключился, но мы не совсем подключились. мы просто как бы получили работающую ссылку в переменной re и там и там. Так. Что теперь нужно сделать? Давайте теперь подключился. Ну ладно, пусть у нас остается. Давайте теперь сделаем какую-нибудь функцию. Она пока будет пустая, которая будет срабатывать, когда нам придет команда стрелять. Давайте ее назовем on-shoot. Так. И давайте тоже скопируем, наверное. Бах. Одного баха хватит. Пусть пока стрельба не происходит, когда мы будем обращаться к этой функции. Пусть вот здесь напечатается в окошке. Мы потом допишем, чтобы снаряд летел. Так. Ну это все. Функция сама не выполнится. Давайте теперь к этому удаленному событию. И вот, кстати, очень важно. re событие двоеточие connect и функция. Так. Без скобочек. Только имя функции. Так. Так. Надеюсь, я правильно все помню. Если что, откроем с вами документацию. А, на самом деле, чтобы не тормозить, давайте сразу берем. Кстати, как искать? Пишем Roblox. Roblox. Так, так, так. Вот. Мы будем пользоваться вот этой функцией FireServer. Мы будем запускать в локальном скрипте и вот эта команда типа отправь на сервер нашу почту. Запусти что-то там на сервере. Вроде все. Так. Где у нас там Connect события. Так, он сервер ивент. Наверное. Да. Вот так надо сделать. И ре. А ре. Если произошло серверное событие. Так. И давайте теперь идем в локальный скрипт. Что же теперь нужно сделать? Я закомментирую сейчас строчки ненужные. Я точнее все пока закомментирую. Потом раскомментируем. Так. Помните как быстро комментировать и раскомментировать? Я выделил строчки нажимаю Ctrl-Shift-C. Нажал туда-сюда. Ок. Так. У нас есть уже события пишем ре. Где у нас тут Fire to сервер. Вот. Так. пример по Fire to сервер. Видите как легко приходите. Можете сразу посмотреть код. Да. Отлично. Вот у нас есть событие. Через двоеточие мы будем вызывать Fire to server. И сразу хочу сказать. Если что-то непонятно в комментариях спрашивайте. И кстати не забудьте лайк поставить. Спасибо за донат. Пока этот урок писал. Пришел донатик. Fire to сервер. здесь ничего не пишем. Мы просто пинаем вот эту штуку. Где она у нас? Она вот здесь создана. Наш ремонт ивент с названием Shoot ремонт ивент мы вот этой командой Fire to сервер мы как будто бы пинаем с клиента по этой штуке и когда пинок до нее дошел то все что к ней присоединено с помощью коннекта все должно запуститься во всех серверах во всех скриптах нашего сервера так но у нас сейчас там присоединена функция простая которая пишет бах мне кажется должно сработать если я не ошибся если что еще раз документацию посмотрим нет что-то тут нас ругнулось fire to server или fire сервер нужно я так поздно пишу что да fire server просто ок без to сильно кому нужно типа на русский переводим как жгите сервер сейчас посмотрим вот видно сервер уже подключился и клиент я теперь мышкой кликаю и все нормально видите сообщение зеленого цвета а зеленое сообщение это то что печатает не компьютер игрока а то что печатаются на сервере значит команда стрельбы уже доходит до нашего сервера отлично считайте что уже больше середины урока прошли что теперь нам нужно нам нужно вместо баха чтобы у нас что-то произошло давайте чтобы долго не тянуть я просто скопирую этот код сейчас я разберусь что же нам нужно давайте бах пусть останется пока луч нам не нужен никакого луча нам не нужно кубик нам нужно создать которым мы стреляем кстати вместо кубика можно разместить в explorer например в ту же папку replicated storage какой-нибудь патрон который будет красивый оформлен раскрашен с текстуркой и так далее и мы можем тогда не создавать деталь а мы можем клонировать про клонирование урок мы к этому еще вернемся когда мы будем делать более продолжать вот эту серию про лучи мы уже дойдем что у нас здесь будут патроны всякие и так далее а пока пусть будет кубик создаем кубик создаем его на workspace можно без workspace а потом занести я тут экспериментировал пусть так будет так меньше строк origin нам не нужен размер давайте кубика так как мы его каждый раз создаем а не клонируем если мы клонировали то нам бы не пришлось размер каждый раз задавать ну а раз мы его создаем ну придется пусть такой длинный и останется кубик так вот вот теперь вот эта вот штучка c-frame например cf и скорость нужно задать а откуда их взять спрашивается тоже никаких формул у нас здесь нет у нас здесь будет например в первом c-frame c-frame это значит куда в каком месте наша деталька появилась и куда ее направить а скорость скорость это с какой скорость с которой он прилетит так видите у меня переменных таких нет откуда их брать тоже непонятно ну точнее понятно будем как-то их передавать из нашего локального скрипта с компьютера нашего игрока передаем их в параметры нашего события но обратите внимание вот я делаю сейчас типичную ошибку я вам не зря открыл документацию давайте посмотрим что передается нашей функции так-так-так-так-так-так здесь есть такое или вернуться придется назад возвращаюсь и вот здесь было написано в самом верху ладно искать не буду я на памяти итак автоматически первым параметром у нас всегда битплеер ссылка на того игрока который послал это событие запустил это событие это очень удобно из игрока мы сразу сможем его координаты взять его персонажа и так далее но мы это не используем сейчас мы будем использовать вот эти параметры которые мы еще только здесь добавили так видите ошибок здесь уже нет здесь все должно нормально работать теперь опять возвращаемся к нашему локальному скрипту где у нас стрелялка так сразу же сразу же передаем эти CF и Velocity так CF давайте вот теперь я опять раз комментирую все строчки и удаляем то что нам не надо так кубик мы не создаем кубик потому что мы будем создавать только вот здесь помните я вам сказал только кубик созданный на сервере где-то вот здесь только он будет реплицирован и виден игрокам поэтому никаких созданий никаких вещей в локальных скриптах скриптах категорически делать нельзя и инстансы созданные их передать тоже никак нельзя поэтому мы передаем не созданную деталь с ускорением со скоростью и с поворотом а мы передаем параметры мы передаем ее позицию сейчас будем передавать так лучше оставляем сейчас я подумаю origin пока оставляем размер кубика не надо у нас никакие кубики не создаются вместо сифрейма кубика мы пишем переменную нашу которую мы передадим потом через нашего почтальона вот она cf передается так и теперь скорость скорость тоже создаем так же так вроде бы все нормально итак мы оставили вычисления направления скорости как мы делали на первом занятии про лучи но в результате мы их не в нашу созданную деталь итак в cf мы вычислили положение где появляется этот кирпич и куда он направлен и скорость передаем сюда заметьте как отличаются вызовы функции здесь у нас функция которая срабатывает имеет три аргумента три параметра игрок который всегда здесь есть можно его назвать буквой p например или player например чтобы вы не путались переменная будет с таким названием внутри этой функции так она всегда есть поэтому когда мы ее вызываем мы здесь не должны никаких плееров писать вот такого писать не надо при запуске вот этой функции fire server плееров практически возьмется и подставится так но мне кажется все должно работать давайте попробуем так ребята что-то происходит летит но видите лак но тем не менее все работает с лагами мы еще будем бороться здесь просто вы не успеваете увидеть у нас уже деталь успевает пролететь например там у нее очень большая скорость пока она летит нам репликация не успела прийти к этой детали в общем смотрите урок уже можно сказать закончен лайки не забываем ставить и так как урок закончен никакой домашки нет но наверное единственное я попрошу вас повторить то что вы сейчас посмотрели поэкспериментируйте в комментариях для тех кто продвинут как можно наш скрипт вот этот и вот этот как можно защитить от читеров от нехороших игроков какую защиту можно поставить и как это сделать про защиту я отдельно потом еще уроки подскажу но самую простую простую вещь напишите на ваш взгляд как можно защититься вы посмотрите что скрипт примерно такое же количество строчек осталось как было только мне его пришлось разделить на две части одна часть у нас на сервере теперь которая создает кубик бах можно закомментировать и принимает положение нашей пули и направление ее скорость из локального скрипта а здесь мы убрали тоже создание вот если вы разберетесь в этих удаленных событиях мы их будем сейчас использовать чуть ли не на каждом занятии то у вас все будет отлично и они используются не только для оружия они используются для всего так ну ладно вроде бы все рассказал еще раз лайки ставим колокольчик подписываемся друзьям рассказываем скоро у нас дискорд сервер откроется у этого канала ну все пока пока